Я не знаю, из-за чего он уходит так неожиданно, быстро. Мне это не нравится. Почему? Потому что я слышала давно между нами девочками, что у нас последний президент, а будет хан. Все. Я очень жалею об этом, что он ушел. Я тоже. Абсолютно. Потому что была стабильность прежде всего. Сейчас мы не знаем, как будет, как было. Главное, нет. Выборы должны были состояться в апреле 2020 года. Мы думали тогда. Ну и, естественно, проголосовали бы опять же за Назарбаева, если бы он был в кандидатах. А новость шокирована была. Какого президента вы бы хотели? Наверное, такого же. Страшно. Да. Почему? Потому что плесной казахтар. Я боюсь, что что-то не случилось. Человек уже в возрасте, и поэтому, наверное, уже он чувствует, по своим силам, что как бы уже надо и отдохнуть. Потому что 30 лет у руля стоял, руководил это все. Ну, все почти сделал он, получается, за эти 30 лет. Знаете, время покажет смена правительства, смена власти. Ну, по крайней мере, если все будет лучше, налаживаться дороги, строительство, не так, как сейчас замораживают строительство по 2-3 года, то это хорошая смена власти. А если будет еще хуже, то это плохая смена власти. Время все покажет. Тревога, а неизвестность. Потому что неожиданно все. Ну, в другом случае, его преемник, очень хороший человек, умный. Поэтому и жалко. Мы привыкли к нему уже. Правильно он сделал его решение. При недовом возрасте еще. Поэтому совсем адекватное решение. Было, конечно, огорчение. Очень хороший был, получается, президент у нас. Жаль, конечно, что ушел. Но, наверное, он все обдумал, принял хорошее решение для нас. Дальше ждем просветания. Желаем ему здоровья. Все-таки он остался на каком-то посту. Это хоть утешает, что глава народа все-таки с нами. Продолжение следует...